Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня я продолжаю рассказ про инфраструктуру Microsoft Azure. Мы продолжаем с вами цикл технологий, которые можно реализовать на этом облачном инструменте компании Microsoft. Естественно, это мы делаем не просто так, а в свете курса 2533, который проходит у нас специалисты. Курс как раз посвящен инфраструктуре Microsoft Azure. Детально рассматривается информация по всем инфраструктурным службам Azure, плюс сценарии их применения. Курс у нас с вами предназначен как раз для тех администраторов Windows серверов и сетей, которые приняли решение расширить свою инфраструктуру в облаках Microsoft Azure. Итак, в общем-то, для того чтобы нам с вами узнать подробности по этому инфраструктурным сервисам, что можно сказать. Хороший курс, он у нас состоит с вами из 13 модуль. Мы сегодня посмотрим немножко по инфраструктуре управления виртуальными сетями. Планирование виртуальных сетей, управление виртуальными сетями, подключение к ним. Вот в принципе то, что нам с вами понадобится и то, что мы рассмотрим на практических занятиях как раз сегодня. О том, как можно с вами построить именно полностью виртуализированную инфраструктуру, которая включает в себя не только виртуальную машину, но и виртуальная сеть. Вот как раз этим займемся и увидим массу интересного. На самом деле, немножко будет отличаться от того, что вам рассказывает Microsoft. Есть там определенные подробности. Итак, мы знаем, что у нас Microsoft предлагает вот такое облачное решение. Это набор сервисов, которые у вас доступны по веб-интерфейсу. С использованием веб-браузера вы можете подключаться к специальным порталам. Знаем, что у нас там два этих портала. Один старый, другой новый. И создавать и использовать виртуальные сервисы где-то там, да, на серверах провайдера. Соды, которые распорожены по всему, в общем-то, миру. И нам этот провайдер за определенную, как говорится, плату, да, может предоставить эти ресурсы в аренду. Мы их можем использовать. Итак, мы с вами знаем, что вся среда, которая там у нас будет применяться, она, по сути, виртуальная. Естественно, ничего нам не мешает запустить, то есть, получить доступ, купить подписку, да, и получить в доступ несколько там виртуальных серверов и их использовать. Но, как вы помните, в общем-то, есть достаточно интересные ограничения. То есть, каждый раз к серверу, к которому вы будете подключаться, вам придется использовать новые IP-адреса. И, как говорится, ничего стабильного в той инфраструктуре нет. Ну, виртуальный сервер, какой-то ресурс. Но если у вас сервер будет, в общем-то, остановлено, отключен, то этот сервер не будет сохранен. Он будет обратно убираться в пул этих машин. Ну, и, соответственно, у вас останутся только данные на диске от этой машины. Более ничего. Если захотите использовать еще раз эту инфраструктуру, вам надо будет поднимать новый сервер, у вас будут новые настройки, да. Ну, и, в общем-то, как-то не очень корпоративно. Так вот, для того, чтобы нам избежать эти ограничения, в ажуре применяется такое понятие, как виртуальные сети. Виртуальные сети – это на самом деле контейнер, который как раз может содержать внутри не только виртуальные ваши сервера, да, но и иметь, соответственно, назначенную вами всю полностью сетевую инфраструктуру. То есть, ваши IP-адреса, ну, в общем-то, масса-масса всего, чего нам надо. Сейчас мы это с вами сделаем. Попробуем реализовать. У меня подготовлена машина. И запустим вот такой клиент, с которого я и буду стучаться, в общем-то, на порталы Microsoft. Итак, что нам с вами здесь нужно для того, чтобы можно было использовать сервис ажур? Итак, первое. Как мы уже с вами знаем из предыдущих, в общем-то, циклов этих вебинаров, которые я провожу, то, что у нас есть специальное расширение PowerShell, которое называется Microsoft Azure. Вот его и запускаем в режиме ESE. Так. Это у нас Active Directory модуль, а это вот отдельный модуль, как раз PowerShell. Запускаем ESE. Замечательно. И посмотрим те заготовочки, да, которые мы с вами, я для вас тут приготовил. Мы с вами будем использовать. Так. Где они у нас с вами лежат? Чум-чум-чум-чум-чум-чум. Так. Диск D. LabFiles. Шум-шум-шум. И вот тут есть лава номер 2. Нас интересует папочка стартер. И ищем примерно команды. Так. О. Вот это мы с вами здесь и оставим пока. Итак. Итак. Первое. Чтобы использовать нам все ресурсы, которые предлагает Microsoft Azure, нам нужно подключиться к нашему аккаунту, который там зарегистрирован. Ну. Попробуем это сделать отсюда. Так. С помощью команд лета, который называется «Добавить Azure Account». Azure Account. Запускаем его. И вот появляется такое окно, которое спрашивает тот аккаунт, который имеет подписку, действующую подписку на Microsoft Azure. Я ввожу, соответственно, свои параметры, которые я заранее приготовил. Так. Мой аккаунт будет вот такой. Вот такой. Ну и соответствующий пароль. Так. Что? Redirected. Ага. Красота. На портал Microsoft Аккаунт. Вводим пароль. И вот, видите, у нас появилась, в общем-то, информация по моему аккаунту, из-под которого я подключился к ресурсам Microsoft Azure. И так, что нам нужно здесь? Ну, первое. В этом сервисе здесь нас интересуют, видите, всего лишь два параметра, которые мы сюда с вами должны добавить. Они нам пригодятся. И так, что нужно нам с вами здесь для дальнейшей работы? Ну, в данном случае нас будет интересовать номер вот этой подписки, subscriptions. Так. Получить ее можно еще одним способом. Командерт Get Azure Subscription нам в этом деле очень здорово поможет. Вот Get Azure Subscriptions выведет мне дополнительную информацию, которая мне как раз и пригодится для того, чтобы можно было строить наши виртуальные сети. Тот контейнер, внутри которого будет, в общем-то, и крутиться вся моя виртуальная среда. Так. Ну, что ж. Первое, что нам нужно сделать, выбираем имя подписки. Раздел под названием Subscription Name. Вот он у меня называется Azure Pass. Так. Я его с вами забираю и выкладываю в необходимое мне место. Там-там-там. Так. Azure Pass. Копировать. Выкладываем сюда. Сохраняем. Как параметр. Это Subscription Name. Далее. Мы должны указать регион, в который мы с вами будем создавать эти виртуальные сети. Ну. На самом деле регионов-то много, да? Да. Вот. Вот. Но. Но. К сожалению, не все регионы поддержат функциональность, которая нам нужна. Как ни странно, в общем-то, Microsoft не часто упоминает об этом ограничении. И поэтому нам придется искать тот регион, который ближе всего к нам. Изначально, СОДы, которые нам предлагает Microsoft, находятся в самом ближайшем расположении. Это в Ирландии, в Дублине и, соответственно, во Франкфурте. Но, к сожалению, виртуальных сетей они не поддерживают. Поэтому придется нам искать что-нибудь другое. Так. Но мы до этого сейчас доберемся. Итак. Посмотрим, что нам будет здесь предлагать наш интерфейс. Так. Ну что. Далее. Далее, далее, далее. Попробуем все-таки подконнектиться к нашей инфраструктуре, которую мы будем с вами использовать. Подконнектиться вот сможем либо с портал, который я приготовил, это у нас новый портал, либо, соответственно, старый. И тот, и тот у меня спрашивают, видите, здесь подключение, ну, что я делаю. Итак, портал, который называется Full, да, Azure Portal, у нас находится по адресу HTTPS. Manage. А вот он уже высветился мне, Windows Azure.com. Вот именно туда мы с вами пойдем. Итак, он нам предлагает, да, соответственно, туда модифицироваться. Мы говорим, что это запросто можно делать с помощью аккаунта, который имеет подписку. Так. Вводим наши данные. Он у нас ищет редиректит на Microsoft аккаунт. Повторно вводим все свои данные для входа. Ну, и вот нам здесь как раз и показывают тот самый портал с необходимыми, предоставляемыми Microsoft сервисами. Итак, мы внутри. В данном случае консоли управления, мы можем заниматься администрированием. То есть, можем заниматься тем, что будем создавать наши виртуальные сети. Ищем раздел под названием Network. Так, что у нас тут есть? Вот Networks. И вот как раз, видите, первый пункт, который позволяет создать. Вот такой контейнер, внутри которого как раз будут крутиться все наши сервисы. Создаем. Итак, нас интересует новая виртуальная сеть. Команда на новое создание новой виртуальной сети. И начинаем потихонечку ее отрабатывать. Итак, кастомизированное создание будет. То есть, на все вопросы мы будем отвечать сами. Выбираем этот пункт меню. И начинаем, соответственно, работать по созданию вот такого контейнера. Естественно, первое, что он нас спрашивает. Как будет называться наша виртуальная сеть? Так, ну что, у нас с вами по сценарию эта компания Adatum. Значит, назовем ее как Adatum штаб-квартира. Adatum HQ. Ну и дадим какое-нибудь сокращение виртуальная сеть. Замечательно. Далее. А, виртуальная. Нет, в том предел, Андрей. Тут, смотрите, это не аналог локальной сети. А это, знаете, некий контейнер. Ну, представьте себе такой большой ящик. Большой ящик, внутри которого вы можете создавать локальные сети. То есть, это не одна локальная сеть, а всего лишь возможность создать внутри этого контейнера аналоги локальные. Ну, а-ля свитч, можно так сказать. То есть, в данном случае это просто... Я специально называю вот эту функциональность именно контейнером. Потому что внутри, вот виртуальной сети, хоть у нее есть такое название, но на самом деле, ну, немножко путает людей. Это не виртуальная сеть. В данном случае у нас получается, знаете, вот, допустим, вот в продукте Virtual Machine Manager, да, WMM, вот аналогичное понятие, оно называется там Cloud. То есть, это определенная граница, boundaries, который все наши ресурсы хранит внутри вот такого мыльного пузыря. Вот, в том числе и локальные сети, в том числе и виртуальные сети, которые там у нас будут. Вот так. Это будет достаточно интересным моментом, потому что они как раз пытаются с помощью вот таких контейнерами, они пытаются изолировать ресурсы, да, мы же считаемся для них арендаторами, то есть они считают, что вот такие ресурсы одного арендатора, шум какой-то, это у нас подключились новые люди, я вижу, вот, Дмитрий Долгачев, это шум оттуда. Вот, у меня в классе никого нет, я тут один, поэтому. Шума тут немного... А, вон, они уже все выключились. Так, ну ладно, продолжаем, да? Итак, создаем необходимую нам инфраструктуру. Итак, первое. Здесь всего два вопроса, да, это у нас как будет называться вот такой контейнер, ну и, соответственно, где он будет расположен. И вот, смотрите, открыв его, я с вами как раз и получаю все те регионы, которые у нас можно использовать для создания такого контейнера. Самый ближайший к нам регион это, ну, понятно, это будет Вест. Вест Европа, да, это, соответственно, Западная Европа. Европа, и аналогично с этим моментом это будет, ну, тоже ближайший к нам, это будет Северная Европа. Итак, Вест Европа и Норд Европа, это то, что мы с вами будем теперь использовать для своей работы, потому что они лежат как раз там, где я и говорил. Север Европы у нас это, как ни странно, та самая Ирландия, о которой мы упоминали, Вест Европа, это Франкфурт, Германия. Так, итак, выбираем ближайший к нам, я выбираю Северную Европу по одной простой причине. Изначально почему-то сервисы, которые предоставляются из Ирландии, они дешевле, чем предоставляются из Франкфурта. Вот, ну, поэтому буду считать, что для меня это первая локация, она для меня дешевле просто обходится в эксплуатации, поэтому я его буду использовать. Вот так. Пошли дальше. Дальше у нас будет с вами следующий вопрос. По поводу DNS серверов. Итак, здесь мы с вами должны указать, как у нас будет обслуживаться сервис разрешения имен применительно к инфраструктуре, которую мы только что создаем. Итак, указываем наш DNS сервер, который будет находиться и отвечать за работу с вот этой создаваемой виртуальной сетью. Итак, название машины, на котором этот сервис крутится, ну и, соответственно, его IP-адрес. Так, ну, что мы будем делать? Дадим ему название. Так, там у нас расположен DNS сервер, ну и, соответственно, его IP-адрес. Это у меня будет здесь 10.0.1.4. Вот такой адрес. Готово. Больше ничего мы здесь пока не настраиваем. И идем дальше. Откуда этот IP-адрес? Ну, вы знаете, я уже предварительно в данном случае, ну, как бы, с... Ну, как вам сказать-то? По сценарию, в общем-то, создавал DNS-систему. Она у нас лежит именно в Windows Azure. То есть у нас там будет находиться этот сервис. И поэтому первый IP-адрес нашей 10-й сетки, которая у нас будет подниматься в Ажур, да, это как раз 10.0.1.4. Вот. Да, это машина в Ажуре будет. Итого, смотрите, интересный следующий момент. Помните, вопрос был, вы как раз сказали, что аналог, да, локальных сетей. На самом деле, вот как раз начинается тот самый момент работы с адресацией ей в этом контейнере. В чем особенность? Видите, на этапе создания я вот такого вот контейнера, как раз мы дошли до момента, где определяется то адресное пространство, которое внутри этого контейнера будет использоваться. То есть на этапе создания виртуальной сети мы как раз и начинаем заниматься, видите, созданием подсетей, которые внутри будем использовать. Итак, первое, что нам нужно с вами для того, чтобы создать вот эти вот сетевые пространства адресов. Мы с вами, да, 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 именно так. То есть мы здесь как раз и будем заниматься тем, что сейчас себе под этот контейнер выделим некий пул адресов, которые будем использовать для создания подсетей. Вот так. Итого, поехали. Так, стартовый адрес, видите, здесь предлагают с десятки нам. Всякие там VIP и прочее оборудование, а это потом мы будем с вами использовать, когда в данном случае определимся вот с этим пространством. То есть, понимаете, у нас есть контейнер, мы должны четко в этом контейнере определить все те сети или диапазоны сетей, которые мы будем дальше использовать. Вот так. Менять можно. Смотрите, там нужно не то что менять, а вы можете создать сначала, вот как я сейчас создам, некий диапазон, этот самый расширять, добавлять и прочее. Смотрите, еще раз хотел бы, ну, как бы подчеркнуть. То, что мы сейчас с вами создаем, это получается у нас общее пространство, за рамки которому вы выйти не можете. Почему они и предлагают изначально, видите, дефолтное огромное пространство. Вот так. То есть, мы сейчас создаем с вами контейнер, который имеет определенное пространство IP-адресов, а уже вот внутри этого пространства вы можете создавать, расширять, добавлять, но за рамки созданного пространства здесь мы выйти не можем. Да, именно так. Если вдруг не хватило. Да, надо будет просто создавать еще либо одну виртуальную сеть. Ну, почему печально? В данном случае нам ничего не мешает создать еще одну виртуальную сеть. Виртуал нетворк контейнер, пожалуйста, создали со своими настройками, какие вам нужны, и вы после этого, то есть у вас будет просто не один контейнер вот этот, а несколько, два. Причем они могут быть в разных регионах. Это более такой расширенный сценарий. Да, конечно, они между собой могут прекрасно общаться, и мы это будем здесь в практике делать сейчас с вами. Итак, у нас с вами адресное пространство. Помните, мы использовали DNS-сервер 10.0.1, да, соответственно, нам нужно стартовый адрес, опять же, из этого диапазона и давать. Итак, мы задаем с вами, что у нас начальный диапазон пространства IP-адресов будет вот с этого адреса, с этого диапазона, 10.0.1.0, вот так. Так, ну и здесь, ну, нам много столько. Мы здесь можем выбрать свой, ну, я выберу 24, там, по привычке, да, допустим, по нашу аннотацию, смазку под сети. Ну и, соответственно, здесь первая под сеть, которая нам предлагается по дефолту, в которую будет крутиться, видите, наша инфраструктура. То есть это часть, по сути, вот этого контейнера. Так, с этим мы вроде бы определились. Теперь здесь проверяем то, что нам предлагается по дефолту, как первая под сеть, которая будет создаваться в рамках вот этих виртуальных сетей. Итак, начало адреса первой под сети, subnet1, будет также 10.0.0.1.0, да, но, а здесь мы, смотрите, сделаем не 27 бит, которые нам отдают под адресацию, а сделаем немножко по-другому. Мы сделаем с вами 25 бит, и потом увидите почему. То есть таким образом мы просто создаем некий пул из под сетей, который вы потом нужно использовать. То есть мы сейчас создадим потом еще несколько под сетей, и увидим, что как раз, ну, в данном случае вот это нам пригодится. Вот так. Итак, есть общий контейнер, это общее адресное пространство. То есть их всего два может быть. Нет, ну почему? Это я просто так выбрал здесь. Конечно же нет. Их может быть, вот смотрите, ну, нет, про 25 это понятно. Я не про 25 сейчас говорю. Я говорю о том, что вот в рамках самого адресного вот этого спейса, адресного пространства с другими сетевыми настройками вы можете создавать их достаточно много, потому что в 10-й, да, сети класса их можно создать очень вагон там. Вот так. Здесь, да. Так. Замечательно. Итак. Используемое адресное пространство. Вот в этой, да, соответственно, колоночке мы с вами видим, какие адреса мы можем использовать для себя в первой подсети. Ну, я так для себя их сейчас помечу. И пойдем дальше. Создавать свою инфраструктуру внутри Ажура. Так. Ну, что ж. Здесь, здесь я ставлю галку. Вот у нас, видите, в углу, то есть все вопросы для создания мы закончили. И поэтому, нажимая этот чекбокс, у меня начинается, видите, процесс создания вот такой виртуальной среды контейнера под названием ADATOMHQ, внутри которого, да, вот уже подтверждение, что она создала. Видите, как Северная Европа достаточно быстро это все отработала. В рамках которого мы уже можем создавать необходимые нам подсети, плюс в них, да, использовать наше оборудование. Так, ну, что ж. Посмотрим, что еще можно тут придумать. Так. Ну, что нам нужно еще? Нам нужно взять и выгрузить вот эти вот настройки, которые мы только что использовали. Специальный XML-ный файл. Я нажимаю на экспорт. Ну, здесь у меня видит экспорт сетевой конфигурации. Из-под кого? Из-под моей подписки. Да. Я нажимаю, соответственно, на чекбокс. То есть продолжаем это делать и сохраняю его куда-нибудь. Safe как? Safe как. Так. На десктоп. На десктоп. Он у нас, видите, по дефолту называется Network Config. Ну, и зачем я вообще это все делаю? Дело в том, что то, что мы с вами делаем, контейнер, это всего лишь, в общем-то, описание среды, в которой будет крутиться все наше окружение, да. А это описание, по сути, обычный XML-файл, который можно дальше использовать, коли угодно, много раз для своих собственных целей, для создания, в общем-то, большого количества, допустим, каких-то других адресных пространств под сетей. Сейчас мы попробуем это сделать. Итак, я на рабочий стол сохраняю. Этот файл описания. Дальше попробуем посмотреть, как он нам с вами поможет. Итак, я его открываю в обычном блокнотике. Вот он у меня лежит на рабочем столе. Я даю команду edit. И вот, пожалуйста, что он из себя представляет. В принципе, то, что мы с вами видим, это как раз и есть все то, что только что создавали с вами из-под графики. Что можно тут нам с вами придумать? Итак, у нас есть раздел. Копируем содержимое между virtual network сайтами, то есть вот отсюда, и до закрытого, да, закрывающего его строки. Так, twitter network сайт. Так, немножко ниже. Вот, да. Так. Красота. Команда копим. Так. Ну и что? Вставляем его чуть позже в этой секции. Так, ctrl-v. Так. Ну что ж. Вот у нас появилось два аналогичных содержания, описывающих одну инфраструктуру. Сайтную инфраструктуру. Так. Ну, даже можно будет поправить, чтобы выглядело все даже более-менее как-то одинаково. Ну, будет вот так. Да, чем мы это с вами сделали? Мы сейчас можем создать очень быстро точно такую же, в общем-то, инфраструктуру, которую только что создавали из графики, но уже из-под нашего филиала. То есть сделаем, в общем-то, вторую, такую же точности среду. Помните, мы говорили, что это еще один контейнер, который можно создать со своими собственными настройками. Поэтому мы создаем с вами в данном случае виртуальную сеть для филиала. И вот здесь я меняю название Adatum HQ, VINET, на Adatum Branch. Branch VINET. Вот так. И располагаться он у нас уже будет не в том самом СОДе, где у нас располагался с вами как говорится, штаб-квартира, да, и вся инфраструктура для Adatum HQ, а будет располагаться во втором местоположении, например, в регионе под названием West Europe, то есть во Франкфурте. Вот так. Получается, видите, у нас даже некая отказовая устойчивость. Дальше. Дальше у нас вопрос по поводу самих адресных пространств, которые здесь были реализованы. Если у нас в штаб-квартире используется 10.0.1.0 сеть с префиксом 24, да, где-то, то здесь мы будем использовать уже 2.0, то есть совсем другую подсеть. Ну и маску подсети так и оставим 24 бит, пускай будет так. Далее то же самое, меняем первую дефолтную подсеть, которая у нас здесь создается с адресом в сети 10.0.2.0, маской подсети 25 бит. Так, ну и в принципе все, оставляем все как есть с нашими настройками. Замечательно. Сохраняем все наши модификации, которые мы сюда внесли. Сейв. Я закрываю наш блокнот. Ну, а далее мы можем использовать тот самый вот открытый у нас сессию PowerShell, да, тот самый инструмент, который мы использовали для работы. Так, и мы сейчас с вами импортируем настройки вот этого XML файла внутрь нашей конфигурации. Посмотрим, как это отобразится в портале. Все наши изменения, которые мы делали в принципе в обычном редакторе. Итак, что мне здесь надо? Так, это я показываю. Хотя, в принципе, не обязательно оставим. Так, создадим еще один разделчик, да, и выполним вот такую вот команду. Set, 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 Azure, Azure, vignet.config. Вот он сразу нам подставил. А далее укажем то самое место, где у нас лежит наш XML файл. Это у нас диск C, да. Соответственно, users. Далее, из-под кого мы с вами работаем? А у нас это аккаунт студента, профиль student. Student. Ищем, где у нас располагается desktop. Так, ну и название этого файла. Вот он, network.config.xml. красота. Ну что ж, осталось только его запустить. Я стартую такой скрипт. Вот он у меня здесь появился. Так, и нарисовал, что схема у меня имеет ошибку. Там-там, таран. Исключение. Посмотрим, какую ошибку мы здесь с вами получили. Ну, замечательно. Итак, проступаем к процессу troubleshooting. В чем ошибка, это в принципе я уже догадался. Ну что ж, правим это хозяйство. Итак, редактируем. Так, и смотрим, в чем здесь проблема. А проблема здесь в следующем. У меня здесь лишняя вот эта вот штучечка. Так, давайте вот так мы с вами сделаем. Вот это возьму и это дело удалю. Обе строки надо убрать. Да, потому что у нас описание сайтов здесь идет. Итак, идет первое описание, оно заканчивается вот этим. Окей, да. Ну и соответственно вот это у нас то же самое. и заканчивается все окончанием. Так, ну что ж. Так, проверяем. Проверяем, проверяем. Андрей, это понятно, но рекомендует Microsoft пользоваться своим родным блокнотом. есть у него такое. Так, тут нифига не видно. Да, это согласен. Нифига не видно. Так, ладно. Что у нас здесь? Так, есть такое дело, есть ну ладно, попробуем. Еще раз сохраняем наши изменения. Покажет иксом структуру. И тадам. Так, и открыть. И открыть нужно. Ну что ж, проверяем еще раз. Запускаем. тут, ну и начинает обрабатывать. Сейчас посмотрим, что он у нас. Ага. Ну, походу, он действительно уже стал создавать необходимую нам инфраструктуру. Уже так. В интерфейсе ничего не отображается, а пойдемте посмотрим, что отображается. Ну, в данном случае я просто ждал, чем закончится обработка этого скрипта. Видите, просто выявилось подтверждение о том, что у нас операция была успешна. Вот так. Во время команды что отображается там? Смотрите, вот. Ну, в данном случае, знаете, во время команды вот что отображается. У нас начинает вот здесь, помните, такие вот полосочки двигаться. Ну, просто сейчас задача уже выполнилась, как бы, и видите, у нас по сути создалась еще точно такая же инфраструктура, которую мы только что с вами создавали на уровне графики, То есть, мы попробовали два способа создания, в общем-то, вот такого колпака. Один в виде графики через портал Ажура, ну, и один в виде вот, да, ковыряния в нашем XML-файле в настройках. Ну, во всяком случае, видите, у меня уже здесь с вами старый, что в инфрефиз что-то видно? Да, конечно, это хорошо, хоть что-то видно. Ну, я еще раз говорю, это все внизу у нас с вами будет, но я в следующий раз покажу. Когда мы будем сейчас дальше что-то создавать, да, я, соответственно, покажу, как это отображается в самом, как говорится, интерфейсе. Так, ну, да ладно. Итак, у нас с вами появилась, видите, новая виртуальная сеть. Да, я Андрей, я, конечно, покажу. Сейчас, дойдем до этого. У нас еще времени есть вагон. Итак, смотрим, что же у нас внутри вот этого нового колпака, да, или же виртуальной среды. Я нажимаю на сеточку, мы приходим сюда. Это вот как раз здесь окно, которое позволяет работать с содержимым нашей виртуальной сети под названием, ну, у вас уже, видите, бренч венет, то есть, по сути, нашего филиала, который располагается, в общем-то, в другом регионе. Итак, что нам тут можно сделать? Ну, например, посмотреть, что в настроечках мы с вами имеем. Итак, нажимая кнопку конфигура, видите, мы получаем то самое адресное пространство, которое я, в общем-то, только что с вашей помощью поправил, да, в блокнотике. Как раз те самые адреса, которые мы были, да, реализовали с вами на уровне XML-файла. В общем, пожалуйста, вот еще один путь, каким можно, в общем-то, делать и конфигурационные изменения внутри Windows Azure. Вот так. Далее. Так, далее, далее, далее. Ну, нужно создать тот самый ресурс виртуальную машину, который несет на себе DNS-сервер. То есть, изначально мы сейчас с вами создали два вот этих контейнера, вот, но помните, при создании он спрашивал DNS-сервер, ну, и нам нужно это дело создать. У нас есть заготовленный скрипт, давайте его откроем. Так, откроем. Ну, вот эту я, наверное, пока закрою. Зачем ему DNS-сервер? Ну, давайте дойдем, сейчас увидите. Дело в том, что ему обязательно нужен ресурс, то есть, сервис, который бы производил вот эту вот операцию, разрешение, домена, ему еще и DC давали. Нет, DC ему не обязателен, но DC здесь у вас тоже может пригодиться, потому что вы можете, например, захотеть использовать Windows Intune и интегрировать свои мобильные устройства в вот этот облачный ресурс Windows Intune, а там без DC, который развернут на Ажур, это ничего не получится. Ну, да ладно, сейчас дойдем до всего. Итак, открываем, открываем необходимый нам скриптик, да? сейчас я это делаю, а можно, в принципе, дожатся. Итак, что нам надо с вами открыть? Вот здесь, в этом же, в общем-то, разделе, в этой же папочке у нас находится вот специально, видите, создание виртуальных машин, скрипт, вот его и откроем. О! Здесь уже у нас, видите, заранее заготовлены необходимые нам команды PowerShell, которые нам создадут всю нашу внутреннюю инфраструктуру. Могу сказать, почему так? Почему мы пользуемся, вот я пользуюсь такими заготовками? Ну, первое, скрипты достаточно сложные, то есть сам командлет, он, в общем-то, да, create виртуальную машину, но куча переменных, которые мы там используем, это для нас весьма и весьма ну, скажем так, важно. Вот. Перед созданием нашей виртуальной среды, а дело в том, что виртуальные машины мы с вами будем разбирать в следующем вебинаре, который будем делать, он так и будет называться, в общем-то, создали инфраструктуру виртуальных машин. Вот. Поэтому пока будем делать из этих заготовок. А далее разберем конкретно создание виртуальных машин, и это сделаем отдельно. Так, что я еще хотел здесь сделать? Я еще хотел здесь сделать... Так, следующий момент. Нам нужно с вами сейчас создать необходимую для нас среду. Мы ее предварительно с вами заготовим. Так, ну-ка. Сейчас. Сетап ажуруем, запустим. Драм-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Так. R4. 4. 4. 4. Ажуру. Так. Майл. Он у нас опять проверит, проверит команду. Так, стоп. Так, все правильно. Что мы сейчас с вами делаем? Сетап ажур – это команд-дет, который мне поможет сконфигурить предварительно. Вот видите, какую лабу мы сейчас заполняем. Представляете? Нить здесь следующая. В данном случае этот команд-дет он введен, видите, в состав ажур PowerShell и позволяет подготовить предварительную среду для наших лабораторных. То есть я не стал это делать отдельно за кадром. Вот. Я это делаю сейчас здесь для того, чтобы показать, что они имеют поддержку PowerShell видите, на уровне даже глобально. Вот так. Для создания для своих лабораторных. Вот так. Вот. Она немножко нам тут кое-что вычистила. Видите, вычистила дефолтные настройки подписки мои. Вот. Ну и, соответственно, в принципе-то больше ничего не сделала. Видите? И вышла из ажура. Все. Но, когда мы будем делать, допустим, какие-то другие практики, вот этот команд-дет мне понадобится за тем, что он делает для других лабораторных дополнительные линеты, настройки, сейчас это просто не важно. А вот в следующих лабораторных это будет важно. Она будет создавать определенные подсети, будет создавать определенные аккаунты, которые мы с вами будем использовать. Самое интересное потом, чтобы откатить все изменения, которые мы с вами сделаем в нашем, в нашей подписке ажура, ну, чтобы, как говорится, деньги просто так не терять, да, на то, что мы создадим ресурсы, а потом эти ресурсы у нас будут просто простаивать. Вот. Мы дадим другую команду, которая называется резет ажура, и она вычистит все наши изменения, которые я делал в этой своей подписке. Вот так. В принципе, вот что мы делаем. Так. Объяснил или, наверное, не объяснил, да? Ну что, пошли дальше. В том-то и дело, это команды, как раз, я и сказал, они гластупны как бы глобально. Нет. Дело в том, что у нас с вами вот этот вот осетап ажур, там, резет ажур, доступны всем. Но, правда, не все знают, зачем они нужны. Вот и все. Так. Во-во-во. Ладно, Андрей, идем дальше, а то я боюсь, что мы с вами сегодня не успеем докопаться до сути. Итак, что нужно нам дальше? Нам нужно дальше с вами создать необходимую нам машину. Итак, возвращаемся, в общем-то, вот к этим самым переменным и начинаем потихонечку, да, стартовать исполнение и создание необходимых нам машин. Она создает как раз тот самый DNS-сервер. Так, идем, идем, ладно не сворачивать. Так, замечательно. Ну что ж, я запускаю на исполнение этот скрипт, так, и он уже начинает мне ругаться. Так, посмотрим опять, чего он хочет. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ага, он говорит, он говорит, что я не назвал свою подписку никак. Ну что ж, давайте попробуем ее как-то назвать. Назвать? Подписки нету, да? Ну, наверное, у нас как раз вот этот вот командлет setup. Azure Pass ее вычистил. Да, сейчас посмотрим. Итак, что нам с вами нужно? Там, 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 да. Ага, вот она, где ее получает. Get Azure Subscriptions. Замечательно. Дадим. Что делаем? Мы это дело сейчас остановим. И как раз дадим тот самый Get Azure Subscriptions. Так. Ну, начнем, в принципе, не с того, что мы дадим, а посмотрим это командретину, да, этот командрет, Get Azure Subscriptions. Azure, Azure, Azure Subscriptions. Есть такое дело. Запускаем. Бах. О, да, он только все испортил. Ну, дело в том, что setup надо было сначала запустить. Мы для того, чтобы, короче, ничего страшного. Мы его запустили для того, чтобы вычистить все то, что там было сделано по дефолту. Смотрите, сейчас вот сделаем следующее. Мы первое, ну, войдем внутри, внутрь Azure аккаунт. Мы дадим нашу с вами подписку. Ничего страшного в этом нет. Ну, давай, давай, мы еще раз. Мы же все с нуля все сделали. Да, немножко, не совсем все с нуля. Ну, ладно. Это сейчас уже не главное. но ничего, по-моему, здесь особенно вот не так. Стопородистик, но я не тот. Подписка контейнера 10А. Да, согласен. И это дело она нам вычистила. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, сейчас вот я здесь. Я, видите, никуда не покидал. Сейчас мы это дело с вами. Так, ну-ка, вверх заберемся. Да нет, в общем-то. Так, вот у нас, кстати, видите, дефолтный директорий. То, что мы с вами про Адевы спрашивали, он у нас здесь тоже присутствует. Так, сеттинги показывает текущую подписку Ажура Пасс. Ну, сеть. Все тут у нас осталось. Это она у нас не убрала. Почему? Потому что, помните, я говорил, чтобы все убрать, там используется другой командолет. Вот он, да, все бы удалил. А так все осталось нетронутым. Так что, еще раз, говорю, ничего страшного пароль, паспорт. Брум-брум-брум. Вот, пожалуйста, мы опять выгрузил подписку, да? Так. Так, ну что ж, выгрузил подписку. Проверяем. GetAgeos Subscriptions. Ну что, вот она нам показала, что у нас все есть здесь. Ну и соответственно мы дальше можем опять запускать наш с вами командлет для создания виртуальных машин. Итого. Итак, стартуем его. Ну и смотрим. Ну вот, он уже, видите, в данном случае перестал у нас ругаться и задает вопрос, где у нас находится основная локация, то есть Location 1. Location 1 у нас, если помните, это Северная Европа. Северная Европа у нас здесь, да, это цифра 8. И я, соответственно, обвожу эту цифру. он начинает нам создавать, видите, в этом нашем регионе другой контейнер, который здесь они называют Азуры Шторочные. Ну, в данном случае это контейнер, который как раз занимается тем, что именно в нем создаются все наши ресурсы. ресурсы. Ну, что он нам будет здесь делать? Помимо, как говорится, всех вот этих создаваемых контейнеров, дисков там и тому подобное, он нам в итоге должен создать тот самый сервер с адресом 10.1.4, который мы указали, что имеет он роль DNS сервера. Что за ресурсы? Ну, виртуальные жесткие диски, которые у нас должны где-то лежать, соответственно, вот это там, где они должны лежать, то есть файловые хранилища, вот это и есть контейнеры для створа G. Тут на самом деле много контейнеров, смотрите, вот еще одно название, называется Cloud Service Name. Вот этот вот Azure Cloud Service Name это еще один контейнер внутри контейнера виртуальных сетей, то есть получается что-то подобие матрешки. но каждый из контейнеров он служит для определенных целей. Вот и все. В Storage контейнерах создаются места для хранения жестких дисков от виртуальных машин. Для него указывается дублирование и тому подобное. Ну, это потом, то есть потом мы с вами посмотрим. На самом деле у нас да, может быть и внутри региона и может быть даже между несколькими, то есть распределенной инфраструктурой. Такое резервирование можно сделать. Да. О, вот он видите, пишет нам создается виртуальная машина с названием Adatum West Server 1 в облачном сервисе, то есть в контейнере вот с таким чудным названием Club Clouds. Бум-бум-бум. Ну, что ж, подождем. Все-таки это происходит где-то там в Ирландии. Клауд-контейнер. Клауд-контейнер как раз и является контейнером, который может уже внутри большого контейнера под названием VINET, да, виртуальная сеть, делать возможным отделять ресурсы один от другого. Ну, например, у вас есть там несколько сервисов. Один, допустим, предоставляет какой-то веб-интерфейс от веб-приложения, да, ну, знаете, line of business, да, какой-нибудь. Line of business приложение, ну, не знаю, по торговле ценными бумагами. Соответственно, он в себе содержит три сервера. Один у нас это веб-морда, один вычислитель, да, и один, ну, обработчик из койли-сервера, который хранит там все эти данные. Соответственно, вот это все упаковывается в один контейнер, который называется сервис, ну, и, соответственно, у вас может быть в этом регионе не один такой сервис, то есть вы можете предлагать, ну, как бы, на использование людям их несколько. Соответственно, вот эти несколько сервисов надо как-то соединить в один контейнер, ну, который здесь вот и называется Cloud облако. То есть это, ну, да, 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 типа того. Только вот эти вот сервисные темплейты, да, которые реализуют там какую-то работу, то есть создают какую-то, в общем-то, вам сервисную инфраструктуру, там тоже мы изолируем как раз через Cloud. Помните, там был Cloud контейнер? Именно VMM. То есть, я говорю, очень похоже на VMM. Только здесь появилась новая оболочка, которая у нас позволяет внутри вот этого контейнера под названием VNet, да, виртуальная сеть. Ну, вот, Cloud. Только вот теперь смотрите, в VMM мы можем создавать несколько Cloud, но их там ничего не объединяет. А здесь, ну, да, 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 именно так. Это именно ограничение возможных ресурсов для того, чтобы можно было то более точно, да, или точечно раздать, ну, как вам сказать, возможность работы там одних, ну, capacity, capacity, это, по сути, физические возможности ваших железных ресурсов, да, а еще здесь и вопрос безопасности. То есть, у вас четко появляются возможности отделить работу с одним контейнером от работы с другим контейнером. И уже люди, как говорится, они, ну, если пришли в один сервис, они уже другой никак не получат, если вы их явно не укажете. Возможность доступа к ним. Вот так. Ну, то есть, это дальнейшая изоляция всей этой инфраструктуры, как можно больше вот этими вот мыльными пузырями, да, контейнерами. вот так. Ну, да, 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 то есть, возможности, соответственно, определить конкретные ресурсы на уровне одного клауда, то есть, ресурсы это сервера, да, вычислители, размеры жестких дисков и тому подобное, плюс, видите, вопрос безопасности в виде изоляции. Да, пожалуйста, можно в пределах одной подсети, но здесь у нас появляются более большие контейнеры, то есть, в данном случае у нас подсеть это уже, ну, грубо говоря, часть вашего сервиса, то есть, подсеть и не одна подсеть, а несколько подсетей, они могут крутиться, как сказать, на уровне контейнера под названием клауд-сервис, да, сервис, а так как мы говорили, что в этом сервисе может быть не один, ну, то есть, в клауде не один сервис, а два, три, там, четыре, то, соответственно, все они упаковываются в контейнер под названием клауд, соответственно, таких контейнеров клауд может быть много, и все они упаковываются в один контейнер под названием венет, вот так, у вас в одном регионе, да, соответственно, может быть, ну, одна вот такая штука, один венет, если вам нужно их несколько, то, соответственно, нужно брать другой регион, но взаимодействие между ними уже можно организовать, почему, потому что у них будет конкретно IP-адреса, и мы сейчас с вами посмотрим, у нас как раз такая же, в общем-то, ситуация в данный момент, у нас есть несколько регионов, неспроста мы их здесь используем, и мы увидим, как взаимодействие, в общем-то, для каждого клауд контейнера своя сабнет, наоборот, именно наоборот, клауд контейнер может содержать много подсетей внутри себя, то есть, клауд контейнер, он больше, чем сабнет, но меньше, чем винет, да, винет, это самый большой контейнер, который у нас содержит внутри себя все ресурсы от всех облаков, от всех сервисов внутри этих облаков, вот так, да, что, да, что у нас там, да, у нас там все создается, дело в том, что вы должны сразу, ну, как бы, понимать, что работа с сервисами, находящимися где-то там, а-ля за горизонтом, а интерфейс покажете? Интерфейс чего? 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 Крутилки. Крутилки. Какие? А, крутилки. Сейчас посмотрим. Крутилки. Бам-бам-бам-бам. Просто мы еще пока особо не создаем ничего. Тут крутилки-то не крутят, он нам их сейчас не покажет. Так, ну-ка, вот, так, вот, 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 вот. Так, на нем, там, даром-даром-даром-даром. Сейчас, сейчас, сейчас поищем, поищем. Она пока вот так, видите, отображается. Running, Provisioning, и все, пока. То есть машина пока создается. Дым-дрым-дрым. Но так как мы это делаем не отсюда, она здесь сейчас, видите, ничего не показывает. Вот она машина. А где процесс? А где проценты? Да, хороший вопрос. Вот, пожалуйста, что нам показывает здесь монетов. Видите, что у нас одно ядро. Но оно еще у нас здесь пока ничего не собрало. Ничего не показало. Ну, порты уже построили. Те самые endpoints, по которым, видите, по дефолту мы можем подключаться. Так, подключаться. Ага, вот мы дошли до состояния. Кстати, когда закончится? Закончится, когда появится вот такое статусное сообщение running, запущено. Но на самом деле, на самом деле, на самом деле мы посмотрим, что же у нас на уровне самого, так, где тут у нас, PowerShell. Вот, видите, пошла инициализация. Installation. Следующая рекомендация. Ну, кстати, как и адрес. Пыры-пыры. Так. Ждем. Ждать эту галочку? Ну, что делать? Что делать? Что делать? Можно ждать? Ну, пять минут вряд ли. Они говорят, что нужно ждать 20 минут. Я склонен им верить. Но на самом деле процесс создания, видите, здесь у нас как-то проходит. Вот. Да, кстати. Вот, пожалуйста. Она нам показала, сколько она это создавала. Видите? Одиннадцать минут. Но, может быть, всегда по-разному. Но, смотрите, сервис, контейнер сервис, да, вот его название. Это внутри того облака. Внутри винета, да. Есть у нас вот такой контейнер. Внутри уже имеет сервер. Называется он adatum.vsserver1 с IP-адресом, который мы тогда указывали, как DNS-сервер. Ну, и с установленной ролью, настроенной до DNS-сервера. Так. Плюс, видите, powerset. Питание подано. Ну, я думаю, может быть, они что-нибудь там и реализуют. Так, ладно. Пошли дальше. С этим мы пока вроде бы дождались. И у нас с вами итогу, так сказать, от себя. Слушайте, ну, в данном случае, вы знаете, очень трудно реализовать все, что вы хотите, в тот час, который нам отвели под семинар. Естественно, конечно, можно было здесь показать много чего. Но все-таки хотелось бы это реализовывать не на уровне нашего рекламного вебинара, который мы сейчас производим. Итак, я закрываю, соответственно, наш памятник PowerShell. Так, ну что? Или мало понятно? Да, может быть, Андрей. Я не претендую, в общем-то, на какого-то вот... Я тут уже вопрос задаю. Вот. Я пытаюсь в силу своих возможностей рассказать немножко про вот такой сервис. И мы, кстати, дошли до момента, когда нам, в принципе, неплохо было бы вторую машинку запустить и ее создать. У нас будет еще один сервис. Ну, этот сервис будет создаваться с машиной, которая будет расположена в локации другой. Вот так. После остановки записи, в общем-то, естественно. Ну, кто, кроме вас, еще может, в общем-то, позадавать вопросы и покритиковать меня. Нам осталось с вами, в общем-то, создать вторую машину. И на сегодня мы свою часть задачи выполнили. Ну, что ж, попробуем это сделать. Так. Там, тарам-тарам-та-там. Так. ДНС мы создали, и что? Ну, после того, как мы ДНС создали, мы должны же создать какой-нибудь сервис, с которым будем работать. То есть, все-таки инфраструктурное решение-то должно быть у нас как-то расширено. И для этого у нас есть, видите, немножко заготовлена другая среда. Так, вот она у нас. Открываем ее. И также создаем машину, ну, в нашем втором с вами регионе. Так. Поехали. Я запустил. Вот сейчас мы укажем. Нить опять теряется. Медленно. Смотрите. Все, что мы с вами здесь реализуем. Мы создаем полноценное решение, в котором будут не просто виртуальные машины, да, которые мы создаем, там, VM1, VM2. Мы пытаемся сейчас с вами перенести ресурсы, которые есть в нашей компании, Andatu, в облачную среду. В обычной ситуации, так, сейчас я регион укажу, мы побеседуем. Так, это у нас западная Европа была, West Europe, это пятый регион. Серьезная заявка. Ну, не знаю, насколько она серьезная, но ситуация вот такая. То есть, у нас есть возможность попытаться перетащить часть нашего решения из нашего, ну, по сути, частного, да, частного облака, то есть, которое крутится под систем-центром, попытаться реализовать его в виде облака ажур, публичного облака. Для этого, вот как раз здесь мы реализуем, в общем-то, инфраструктуру, которая у нас будет находиться в центральном офисе, который является штаб-квартира, Andatu.com, да, мы вот только что Венет этот создали. Внутри есть сервис, есть подсеть, которую мы используем. И у нас с вами, видели, был создан филиал, который располагался в Западной Европе, он назывался Branch, ну, и, соответственно, вот теперь там мы создаем реальную машину, с которой потом будем работать. Зачем Венету DNS сервер? Просто дальше нам DNS сервер с вами обязательно понадобится, когда мы будем соединять вот эти регионы между собой. То есть, нам же нужно с вами, смотрите, у нас получились разные совсем подсети Венеты. Помните, мы говорили, что самый большой контейнер в этой инфраструктуре – это Венет. А так как у нас в одном регионе у нас один контейнер может быть, мы с вами реализовали это в двух разных регионах. То есть, филиал у нас, видите, один находится в Анфранкфурте, второй там еще где-то там, в данном случае в Дублине, как инфраструктура. Но при всем при этом изначально они разрознены, то есть их ничто не объединяет. Так вот, DNS сервер нам понадобится с вами по тому, что все-таки можно было установить связь между одним Венетом и другим Венетом. То есть, даже не то, что связь, да, connect. Да, стоп. У нас первый Венет мы с вами создавали через портал. И этот портал мы создавали с вами вот здесь. Мам-мам-мам-мам. Вот. Видите, он у нас назывался Adatom Ashken Vinet. Точно. Второй мы создали через файлик. И теперь он у нас называется Adatom Branch Vinet. То есть, это два больших контейнера, причем находятся они в других совсем регионах. Смотрите, один находится на западе Европы, другой находится на севере Европы. Они находятся в разных местах. Нет. Нет. Непосредством DNS. Мы связаны с другими средствами, но DNS нам потом понадобится, чтобы ресурсы внутри вот этих двух Венетов могли увидеть друг друга. Вот как. Так, кстати, посмотрим, что у нас тут отображает. Картиночка по поводу второй машинки. Ну, так вот, как раз-то этот GTV мы и будем делать. У нас, по сути, будет создаваться GTV, который будет соединять вот эти два Венета. Но GTV, GTV, он соединит Венеты. Но ресурсы внутри на уровне подсетей, да, мы будем соединять. Ну, как будет определять, допустим, какой-то там ресурс, где находится у него машина. Вот этот сейчас, который будет называться там сервер West Europe 1. О. Не-не-не, не сбоку. DNS нам нужен для внутренних... И заметьте, без... Без GTV, без DNS нам не даст инфраструктуру вот здесь в портале создать необходимую нам связь. Просто мы тут говорим про сети. Ну, мы говорим-то про сети, но мы же создаем с вами сервера, которые будут друг с другом общаться. Мы должны их соединить. А вот тут уже без DNS никак не обойтись. Так, ну что у нас, видите, здесь на данный момент про виртуальные машины, вот, помните, мы говорили. Кроме как мигающие. Зачем тут DNS привязывать? Ну, что я могу сказать? У нас с вами появится необходимость работать со средой, которую мы развернем внутри виртуализации. Когда мы будем с ними общаться, естественно, ваши ресурсы ничего о GTVF не знают. Те сервера, которые находятся внутри, тоже ничего по поводу GTVF не знают. Единственный способ их заставить общаться друг с другом, да, да еще и узнать, где у них там находится доменная инфраструктура, это только служба DNS. Поэтому они считают, что DNS здесь необходимая вещь. Дело в том, что мы с вами, вот, создав два винета, совсем не обязательно, то здесь не подразумевается, а, если GTVF не будет, зачем DNS? Ну, смотрите, у нас же с вами есть в одном винете DNS. Есть. Так вот, чтобы организовать взаимодействие между нашим Privat Cloud и Public Cloud, всеми ресурсами, находящимися внутри этих двух конструкций, только внутри сети, правильно. Но когда мы подключимся, допустим, тем же VPN, да, к нашему винету и найдем ресурсы, которые спрятаны внутри, то чтобы у нас резульвировались имена и там, и там, да, ну без DNS службы не обойтись. Так, что нам пишет здесь? Пошел, пошел, пошел. Он говорит, что машину успешно созданную. Бам, все запущено. Да, Андрей, я с вами согласен. Под час войти наши дела – это тяжкое испытание. Испытание разными технологиями. Вот, кстати, простой вопрос. Может быть, вы мне дадите на него ответ. Часто задают. А зачем надо два портала? Казалось бы, есть один, но они сделали второй. Причем, самое интересное, в этих порталах не все одинаково. То есть, один портал имеет то, что нет в другом. Сейчас функционала нет, но я понимаю. Но при всем при этом они везде говорят, да, переходите там, допустим, на новый ажуру портал. Хотя, хотя вот то, что мы с вами пользуемся, да, и вот сейчас смотрим, это не новый ажуру портал. Еще не переехали, ну, знаете, они сколько уже переезжают. А потом, зачем это переезд? Кстати, давайте посмотрим, как все это у нас отображается в нашем новом портале, да. Давайте посмотрим, в чем разница-то. А то мы все говорим, старый, новый. Вот, пожалуйста, я зашел в новый портал. О, видите, куча ресурсов здесь, которые мы с вами только что создали. Ну, в принципе, есть разница, да? Ажур и стак, потому что. Так, ладно, посмотрим, что у нас с вами, с нашими машинами здесь творится. Так. Там-там. Сабскрипшен, ажур и пас. Наша сабскрипшен есть. Но наши машины здесь, да, где-то потерялись почему-то. А, так, классики надо посмотреть. Вот они-они. Там-там-тарам-там-тарам. Вот, пожалуйста, да. Допустим, то, что у нас есть. Сейчас, визер, кастомеры захотели по-другому. Ох уж эти кастомеры. Да. Визер-войс. Так, что у нас тут? Подробности. Мониторинг не клево. Да, вот видите, Андрей, вам это понравилось. То, что было там, вам почему-то не очень понравилось. Так, ну что ж, по дискам. Вот, пожалуйста, что у нас есть на этой вновь создаваемой машине. Презентацию надо сервис. Так, 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 так. Что у нас тут? У нас тут, да, нет бара. Нет бара. Вот, ну, в принципе-то что? В данном случае у нас... Что у нас еще? Еще 11 минут не прошло? Нет, я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что у нас уже время подходит к концу. И эту часть задачи, которую мы с вами хотели отработать, мы с вами выполнили. Где прогресс-бар? Андрей, ну, я думаю, что вот этот войс, да, голос народа еще не дошел. Им, соответственно, придется немножко опять же менять интерфейс, когда возмущенный Андрей Шимкин напишет им. Майкрософт, ну где же, где же наш прогресс-бар? Да, так, ладно, возвращаемся обратно к прогресс-бару. Так, так, рефреш. Здесь даже, видите, рефреш руками надо нажимать. Так, посмотрим, видите, прошло 12 минут немножко. Машина действительно собралась. Называется Adata Nest Server 1. Вот. И мы с вами на самом деле создали достаточно много для того, чтобы, как говорится, было что показать руководству и показать нам. У нас с вами созданы ведь не только сервера, да, на самом деле-то у нас с вами создавались-то вот такие контейнеры. Мы создали с вами две подсети. Мы их заполнили подсетями. У нас уже, да, есть возможность посмотреть подсети, посмотреть настройки. У нас есть, видите, машина, Adata Web Server 1 внутри них. Если хотите, то мы с вами сделали уже, в принципе, инфраструктуру, которая работает, видите, но пока отдельно в нашем главном офисе. И вот, пожалуйста, здесь это все есть. И мы сделали с вами отдельную инфраструктуру, работающую в филиале, которая содержит и подсети, и машины. И главная мысль всего вот этого вот, ну, как говорится, действия, то, что мы с вами делали, это то, что для того, чтобы полноценно работать с Windows Ажура, это надо не просто создавать виртуальные машины, да, а потом подключаться к ним, а надо создавать именно вот такие большие контейнеры под названием виртуальные сети, которые позволяют внутри уже использовать вашу политику распределения сетей, подсетей и тому подобное, да, плюс еще и те самые ресурсы в виде виртуальных машин, которые мы с вами сделали. Так что я считаю, начало было положено, и оно очень большое. Вот так. До свидания. Спасибо вам большое. И надеюсь, увидимся с вами снова.